доброго времени суток друзья наконец-таки у меня появилось время для того чтобы продолжить серию наших видео по так сказать хоррор проекту в прошлых видео мы с вами научились делать вот такие вот анимации даже их мало-мальски подключили давайте посмотрим вот я вам показывал как ускорять анимации и так далее в этом видео мы сделаем соответственно прицеливание ну и сделаем стрельбу сейчас прошу прощения ну вот такую вот вещь мы с вами сделаем я не помню в прошлом видео показывал ли я добавление вот этих анимаций вот этих да она выглядит так так таким образом именно потому что горячая клавиша п переносит нас в перспективный режим клавиша c переносит нас в режим какой-то из активных камер сделаю таким образом выберу голову и здесь если мы находимся в режиме editable mesh у нас есть кнопка спрятать если он вы находитесь в режиме editable поле то она будет где-то внизу снова перехожу в скин нажимается и тут нас уже но мы вы видите да для чего я это сделал в общем то это игровые условности какие-то fps шутеров до от первого лица в общем в таком режиме мы с вами и будем настраивать анимацию перезарядки то есть видно да то есть возвращаясь к тому что я сказал я не помню показывал ли я вам импорт этих анимаций выглядит они у меня в игре вот так у меня есть aim in есть значит удерживание на прицеле да видно что он дергает руками и в общем возврат в исходное положение как я подрезал эти анимации как я вырезал наверное тоже вам говорил для тех кто не знает я вытащил целиком всю анимацию абсолютно всю далее продублировал ее и зашел значит саму анимацию выбрал какой-то конкретный момент допустим вот этот нажал правую кнопку мышки удалил от нуля до 320 кадра потом выбрал где эта анимация заканчивается ну то есть это у нас допустим здесь начинается тут заканчивается да вот здесь и вырезаю соответственно все что все кадры которые после текущей точки хотел сказать что вы должны понимать анимации которые я делаю они всего лишь где-то на процентов 30 возможно от идеала да допустим если за идеал возьмем сто процентов это обусловлено тем что создание более качественной анимации ну как правило требует куда больше времени вы знаете у меня его нет я вам писал вот и постоянно объяснять в комментариях что я сделал это специальным я честно говоря уже устал вот если вы хотите так сказать идет более профессиональную анимацию в свой проект пожалуйста делайте от себя лишь могу вам посоветовать где можно обучиться более профессиональному анимированию есть такая школа xyz вы не знаете у нее сейчас курс и по профессиональному 3d анимированию персонажей курс будет вести александр магомедов старший аниматор персонажей saber interactive он работал над quake champions world war z mortal shell за полгода обучения вы станете таким крепким уже мидлом да за три месяца у вас уже портфолио будет 5 коротких анимационных видео на этом этапе в принципе уже можете брать заказы на фрилансе во второй части курса у тебя уже будет за анимированный персонаж который сможет ходить атаковать их портфолио тебя будет динамическая 3d сцена с несколькими персонажами вот который будет наглядно продемонстрированы все твои навыки твоя дипломная работа станет украшением портфолио весом аргументом для будущих работодателей и заказчиков с ней можно смело претендовать на работу в крупных игровых студиях вы наверное знаете но школа xyz сейчас первая на рынке по геймдео во всем снг это не просто там живое комьюнити и ты не будешь чувствовать что учишься один у тебя будет помощь как от студентов так и от менторов их преподаватель действующие профессионалы в индустрии которые прямо сейчас работают в blizzard сиди project red и wargaming плюс еще фидбэк каждую домашку проверять персональный наставник мидл с опытом от трех лет в индустрии он напишет что получилось хорошо что исправить чтобы стало лучше его же можно задать любой вопрос и получить дозу мотивации в закрытом чате у них нет ограничения по времени после покупки курс всегда доступен в вашем личном кабинете живые стримы с преподавателем прямое общение ты всегда сможешь написать свой вопрос максимальный набор на поток всего 30 студентов так как школа трепетно относятся к проверке домашних заданий поэтому торопись и переходи по ссылке в описании поток запускается уже 1 июня лучшие выпускники уже работают в юбисофт сейба спирософт digital forums и других известных студиях если получилось у них я думаю у вас получится ссылочка с промокодом на скидку в 10 процентов я оставлю внизу в описании дерзайте геймдэйв ждет вас то есть тут пока остановимся я сейчас покажу вам как я обычно работаю в нескольких экранах но я буду использовать только один из вайфрейма я в общем дефолт шейдинг сделал что было видно здесь у нас основная камера а здесь мы будем с вами настраивать нашу анимацию использовать я буду текущий первый кадр все что будет далее будет мною удалено потому что она мне фактически при перезарядке она мне не нужно то есть для этого мне необходимо выбрать именно у нашего скелета все кости с помощью по моему зажаты кнопки control открывается все выбираем рутовую кость видно что она выбралась я отматываю вниз и нахожу последнюю и тут видите ключи у нас появились на таймлайне я их удаляю далее не забывайте про то что у вас еще есть ключи на вот этих констраентах смотрим нет ли у нас у нас есть у нас еще есть анимация у рутовой кости нашей винтовки это тоже быть не должно запрещено вот теперь у нас есть недвижимая анимация это стартовая так сказать . откуда у нас будет начинаться наша перезарядка не переживайте насчет стрельбы там пальцем это самое простое это можно во первых сделать в движке и соответственно потом взблендить до эту анимацию этот палец с остальным телом я все покажу обо всем расскажу но сейчас нам главное настроить именно показ нашей анимации перезарядки и неважно будет ли то режим прицеливания или нет на самом деле если вам будет необходимо вы создадите дополнительной анимации то есть если вы будете находиться в режиме прицеливания будет одна анимация перезарядки ну начинаться с одной позиции а если у вас будет соответственно оружие просто в руках так сказать в режиме передвижения если мы так можно так выразиться то анимация перезарядки бы запускаться другая то есть положение у рук будет другое положение из них соответственно будет начинаться ваша анимация так друзья я для начала хочу показать какой у нас будет план и чем он на самом деле хорош дело в том что но вы помните что наша винтовка она приотачена крутовой кости здесь мы и двигали недавно да вот в свою очередь также кости нашего затвора и так далее тоже принадлежат рутовой кости если мы будем двигать рутовую кость у нас все объекты все точнее все кости они будут сохранять так сказать локальные координаты относительно нашей рутовой кости и даже если мы будем их передвигать например вот таким образом при повороте на все все равно будет сохранять свои координаты свои так сказать ну да координации свои координаты в 3d пространстве если мы берем за основу x y и z далее хочу отметить вот я вот таком режиме делаю до справа у нас то как мы будем видеть это в игре с в экране слева мы с вами будем работать также первым делом я хочу уменьшить количество кадров ну наверно на 200 теперь конечно нас 200 кадров также перед работой я хочу сделать полупрозрачным мышь нашего манекена правой кнопкой мышки я его за фризю таким образом я не смогу до него дотронуться но до его костей я дотронуться смогу и также наверняка мне лучше будет за фризить для того чтобы я ее не касался касался только непосредственно нужно мне кости перед анимации я рекомендую нажать автокей потому что вы ну в моем случае плюс не работает без автокея почему-то теперь я выбираю промежуток времени за который наш персонаж должен поднести нашу винтовку нам в лицо для того чтобы мы видели фактическую перезарядку ну допустим я не знаю пускай это будет 30 кадр ставлю плюс на всякий случай теперь я поднимаю винтовку с помощью констрейнтов и здесь смотрю как это будет выглядеть также у меня есть возможность двигать саму кость нашей кисти мы тоже можем задавать ей вращение мы видим в экране уже часть винтовки но все равно она нас не устраивает в общем да как-то вот так оттащим все дело на одном кадре теперь я снова беру кисть сделаю наверное вот так то есть чтобы он как фильмах ее раз как будто дробовик перезаряжает и туда вставлял наверное она вывалится не продумано как-то давайте сделаем вот так наверное да теперь он будет рукой здесь вот ходить ходить бродить вот давайте поработаем с левой рукой я хочу чтобы он ее за этот промежуток времени руку поднес непосредственно к винтовке для того чтобы ей было ну в общем она находилась в балансе до чтобы он не держал ровно посередине чтобы она не заваливалась если он возьмет там спереди ну вы сами понимаете что будет она будет падать значит он возьмет вот здесь поближе такой вот человек и он ведь и на ней как на гитаре играет весь меня нет чтобы стрелять в общем вот так здесь я наверное перейду в локальный режим вот сейчас я опущу ее пониже в общем я сейчас буду заниматься рутиной поэтому я не думаю что здесь что-то сверхъестественное я буду переставлять пальцы да мы можем их переставить здесь до этого точно не может быть в общем вот такая будет у нас позиция надеюсь я пальцы не перекрутил сам видеть тут особо не видно в общем вот такая будет позиция на этом этапе обратите внимание что у нас но не совсем да верно тут у нас все происходит но у нас самое главное есть ключевой кадр теперь мы можем настраивать кадры между этими ключами например я оставлю на 15 давайте посмотрим по времени это быстро или нет да это достаточно пускай будет так черт с ним если что там ускорим в общем ставлю на 15 это промежуточный кадр где мы не дадим нашей кости точнее нашей анимации просто сходить с ума и все будем ее всячески подправлять вы даже можете сделать следующее мы можете сделать вот так то есть он брал тут и перехватил здесь понимаете в чем прикол деска одна поза готова давайте теперь перейдем к позе перезарядки к позе серьезно к анимации перезарядки к позе блин поза уже есть также не забывайте переключаться между окнами как видите то что показывается в левом вправом не показывается ну для того чтобы отслеживать как это будет я понимаю сейчас анимация выглядит деревянно данные принципе будет выглядеть деревянно я постараюсь так сказать показать и сделать точнее показать что можно сделать для того чтобы она такая не была но для начала мне нужно необходимо базовая какая-то в общем-то анимация что было что потом к ней докручивать какие-то покачивания мелкую моторику пальцев и так далее как мы видим у нас могут возникнуть проблемы с анимированием правой руки да видите да на правая рука должна в общем-то передергивать у нас затвор вот но сейчас физически надо сделать не может что я могу тут посоветовать единственный ответ который я нашел это мы ведь в прошлом видео с вами линковали вот этот ик чейн к самому оружию а этот ик чейн к рутовой кости вот я предлагаю взять эту рутовую кость перейти в вот сюда вот в анимацию и мы можем тут либо удалить либо добавить линк вот и так далее обратите внимание что здесь написано frame то есть кадр он будет читать на каком кадре у нас произошел линк и на каком кадре возможно у нас линк исчезнет в данном случае на 30 кадре да мы с вами я здесь ставлю ключ должны отключить линк я поставлю 31 кадр и link to world все работает как и ранее но теперь если я допустим в этом кадре возьму и начну двигать видите тут уже все не так уж просто и так ежели у нас промежуток за ну грубо говоря две секунды он выхватил оружие на изготовку к перезарядке то давайте скажем так поворот затворной рамы у нас будет где-то ну наверно на половину то есть что я собираюсь сделать я собираюсь вот тут на 45 кадре установить руку нам даже знаете да руку то что у нас немножко играет оружие это придает более-менее какой-то реалистичности то есть вот таким образом я расположу руку то есть он тут схватит за оружие но оружие пускай немножечко вправо уйдет я возьму за вот эту вот кость да я ее помните на 30 кадре прилинковал и тут я хочу на 45 кадре чтобы она немножко мне совсем малую малость ушла вправо вот поскольку вот этот экчейн прилинкован к оружию то соответственно оружие подчиняется этому этой кости соответственно у нас тут все будет нормально снова раз я собираюсь развернуть руку ладошкой за разворот отвечает вот эта кость можно перейти в локал и соответствии с этим начать поворачивать кость но учтите если вы ранее не давали ей никакой никаких ключей то анимация поворота если вы ее на 45 кадре она начнется здесь то есть медленно будет поворачиваться соответственно я хочу немножко развернуть вот так а потом опять же я беру проверяю на 30 на 30 делаю вот так в общем перемещая до 45 мы понимаем что но так такого быть не может да что у него палец пройдет сквозь поэтому можно наверное уже с вот этого вот кадра я немножко разверну вот так да я понимаю немножко этот но я потом подкорректирую и тут наверное это все равно не то уберу вот так руку и немного назад то есть вот так вероятно даже в этом моменте лучше прижать большой палец и теперь он ключевой точки но в общем далее я вам что хочу сказать далее просто следует подгонять форму я остановлю запись и мы с вами продолжим тогда когда я сделаю анимацию но не полностью а вот до следующего к для следующей ключевой позиции вот что у меня получилось да и сейчас мы подошли к самому интересному к анимированию оружия тут все достаточно просто в общем сейчас у нас наша рука должна но то есть она у нас тут подденет вот этот вот затвор развернет его и нам необходимо будет его двигать на этапе уже разворачивания станет понятно как необходимо работать с ним в общем обратите внимание я беру за перехожу в локальный режим кость которую мы должны вращать и поворачивать до устанавливаю ей на текущем моменте кость ключ прошу прощения да и теперь у нас начинается допустим вот здесь вот разворот ну где-то да вот где-то до 60 возможно я возьму начну разворачивать свою руку вот так при этом да не немножечко отодвину сторону для того чтобы у нас создалось впечатление движение и для того чтобы разнообразить нашу анимацию и здесь обратите внимание я делаю то же самое для точности нам естественно необходимо следить за тем как что никак поворачивается вот видно да что нам необходимо оттянуть нашу руку назад для того чтобы вообще здесь берем вот за эту и вот прошу прощения вот так теперь можно уже что-то делать можно даже поднять приблизительно так я думаю всем понятно и все вот в таком же духе используйте только локальные да то есть там сторону не пили не перетаскиваете если крутите то крутите если кровь если двигаете тут двигаете так сказать по осям в общем здесь ясно и смотри что получается да необходимо здесь соответственно он слишком быстро поворачивается берем значит раз и мы говорим на то чего и подкручиваем вода 2 сон там в руку вошел получается 3 сно да здесь тоже необходимо учитывать что руку тоже надо сейчас мы руку тоже подгоним так чтобы она ну в общем вот так раз так сказать анимацион понятно да как с этим работать что получается давайте посмотрим вот на этом окне понимаете да в чем прикольчик уже у меня умные ребята в общем и все таким образом дальше пальчик на м делать будем так куда он взял он его ну затвор назад вставляет туда патрон и потом затвор задвигает из этого у нас теперь три анимации открывание затвора все далее вторая анимация когда он убирает руку берет патрон вставляет его руку и убирает и третье закрывает и того у нас подождите подождите давайте не так он открывает убирает руку за тянется за патроном берет патрон вставляет туда один вставляет у нас идет пауза если нужно мы делаем луп и он будет 2 3 и и потом финальная анимация закрытия затвора и убирание руки все короче ребят я знаю что делать просто наблюдите как говорится за руками также вот обратите внимание анимация такая дубоватая вот в этом моменте я забыл наверно об этом сказать он такой раз и все я как же я попробую решить эту проблему то есть я возьму за рутовую кость сейчас буду самые проблемные моменты выискивать вот этот момент до раз пускай он еще немного поднимется вверх вот видите чтоб как-то он не это да и он обратите внимание только по двум плоскостям движется надо добавить еще плоскостей то есть здесь понятно он раз немножко хотя бы самую малость вперед то есть понимаете да вот здесь надо будет подкорректировать и еще помимо этого не брезгуйте так сказать поворотом оси в данном случае поворот оси должен быть в ту сторону потому что рука держит вот так то есть давайте посмотрим все равно он резко как-то дергает да аниматор изменяющий тот да и вот в этом моменте тоже должен быть рывок так сказать назад то есть да он его открыл открыть он его должен был если честно вот с таким рывком на себя потому что он усилия совершал я соответственно вот так вот так хоп на себя что-то вроде этого это конечно не то чтобы ну короче посмотрим так сказать цеплят по оси по осени считают я сейчас буду продолжать делать набросок я делаю так сначала какие-то позы а потом уже начинаю мелкую моторику а и а и 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 так вы видите да какая анимация у нас получилось вот и здесь на самом деле ключевой момент потому что дальше нам необходимо получить еще анимацию как затвор защёлкивается обратно и загрузки патронов что я решаю сделать я буду первой анимации сделать загрузку вот у нас есть вот эти все ключевые кадры на семидесятом точнее ключи на семидесятом кадре далее у нас какое-то промежуток времени будет анимация с досылом одного патрона потому что мы его будем делать его зацикливание да допустим и далее следует анимация точно с этой же с этих же кадров вот с защелкиванием обратно немножко по другому я бы мог бы ту анимацию сделать инвертировать но в обратной перемотке посмотрите сами она выглядит довольно неправдоподобно вот я хочу по-другому сделать хотя можно наверное то есть так ускорить так ее раз вот вообще по приколу да давайте сэкономим время так она раз просто я быстро сделаем вот так и все вот но значит нам остается только сделать анимацию то есть он будет брать патрон раз два ну то есть такую анимацию я не знаю сколько на секунду на секунды действие секунды 3-4 может на 3 раз он убрал руку за следующим патроном если патрон только один допустим он сделал раз и тут же защелкнул в общем ну давайте продолжим и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 патрон, патронник и тут я решил оставить просто взять и вот эту анимацию, вот эту просто вот здесь, в обратном чик и вот так то есть сейчас я вытаскиваю всю эту анимацию персонажа ну и соответственно после этого, давайте даже не так я сейчас сохраню копию в общем покажу как вытаскиваются анимации винтовки вот здесь винтовка мы ее, то есть ее движения в трех измерениях нам вообще не нужны, у нас просто будет это все на сокет оттачиться, поэтому я наверное делаю так, автокей и ремов линк делит линк, раз и два вот, видишь у нас все это работает вот вот и ладно видите, все синхронизировано вот, я могу перемещать как я хочу у нас все будет синхронизировано да, у нас есть еще помимо этого у самой винтовки райфл рут судя по всему еще тут где-то линк один был либо у вот этой фигни по-моему да, вот удаляю и теперь у нас винтовка она абсолютно так, у нее есть движения еще по в пространстве это благодаря рутовой кости мы их тоже удаляем и теперь движений в пространстве у нее нет но тем не менее она синхронизирована с нашей анимацией я беру значит скидываю на нулевые координаты так она и так на нулевых находится ну, давайте тогда ей свои координаты зададим поставлю привязку к углам в общем наша задача винтовка давайте уберу вот так вот сделаем вот так и просто чтобы не видно было ааа сейчас нам необходимо будет здесь значит установить якорную точку ровно в том месте где у нас будет наш персонаж держать но якорная точка вот здесь сейчас видите pivot point он сейчас ничего не влияет якорной точкой является трехмерные координаты равные нулю по иксу игреку и з то есть вот эти вот эта точка является якорной для наших для всех объектов то есть если мы экспортируем вот эту винтовку вот в таком состоянии то якорная точка у нее будет вот здесь наша же задача так я посмотрю сейчас вроде верно то есть я сейчас перемещаю вот таким образом то есть у нас дамис сам по себе является местом где у нас должна быть якорная точка то есть вот так теперь просто берете оп все вместе естественно не забывайте делать unfreeze файл экспорт selected естественно выбираете нужную директорию называете вашу анимацию и здесь очень важно чтобы у вас был bake анимейшн и соответственно у вас правильно было указано стартовая и конечная позиция окей без ошибок все вывели теперь я закрываю даже знаете как делаю вот он хайт пол и хайт селект то есть я все сделал видимым офигеть но это мы с вами убрали специально его потом на сокет можно будет просто вешать и все то есть у нас осталась вот такая вот болванка которая вот такие вещи делает все мы можем теперь ну поскольку у меня уже есть резервная копия я удаляю вот это вот это удалять я не буду оно нам не помешает насколько я понимаю я выделяю все повторюсь еще раз не забудьте unfreeze ну и конечно я не знаю играет роль то что мы сейчас делаем он hide all каким конечно каким будет модель в конечном итоге я не знаю но мне кажется что все будет вполне себе нормально и здесь значит human reload экспортировали теперь бежим в наш проект у меня есть папка с мосинкой я еще один папку сделаю вообще старайтесь мусор мусор здесь не разводить иначе потом сами ничего не поймете итак я сначала закидываю мосинку для этого мы создаем ей отдельный скелет в мэш потому что у этой мосинки имеется свой скелет давайте посмотрим на то как выглядит анимация то что нужно давайте теперь закинем анимацию для нашего персонажа прежде убедимся как называется его скелет я захожу во вьюпорт беру его мэш захожу вот так его мэш называется его мэш называется main скелетон закидываю анимацию нахожу main скелетон и импортирую наверное нужно было без мэша сделать давайте посмотрим на то какой получился анимация и работает ли она вообще да дубоватенькая но никто не говорил о профессиональном думаю для первого лица это вполне себе хватит я останавливаю на этом видео простите конечно что так остановился только на 3d max но я должен был так сказать гештальт закрыть потому что я начал я же сказал что я покажу анимации там и так далее вот поэтому я должен был это сделать в любом случае я сделал потому что есть люди скорее всего которые ждали и это вот я видел мне человек скидывал то что он я показал он не говорит анимацию сделал вполне себе хорошую в общем ребят на этом я заканчиваю именно про 3d max я хотел закончить там закрыть так сказать долги и сейчас мы с вами будем уже переходить непосредственно к коду так что сейчас уже лягу спать сейчас уже 2 часа ночь 3 лягу спать завтра я вот не знаю что лучше скинуть видео или смонтировать скинуть его или лучше наверное лучше пускай оно будет я наверное завтра лучше сразу сяду писать код возможно мы с вами даже перелопатим то что у нас есть потому что я зашел и такой блин почему я так сделал почему какая-то новая информация тоже поступила ко мне и я тоже возможно хочу поделиться в общем завтра будет завтра спасибо за просмотр спасибо что до сих пор пишите тот чувак который пишет где хоррор извини постоянно вот ну вот я вот так очень много работы там разные сложности поэтому вот так не то чтобы я не хотел этого делать записывать видео то что вот времени не хватает не помогает уже заговариваться все ребят спасибо за внимание всем удачи всем пока если все лайк блин если все гуд ставьте лайк все лайк ставьте гуд робит гуд пишите комментарии что там как я даже не знаю что вы там напишите но только поблагодарить меня наверное этого будет вполне достаточно все ребят всем удачи всем пока